народ всем привет перевалила у нас зима экватор и как всегда решили подойти к зимним вопросам кардинально только концу зимы в общем то пришла шайба для каджара сделали нам крепление для ее установки и забегу наперед скажу что вчера мы ее установили вот он стоит на заднем плане конечно проверить ее работу не позволяет погодные условия потому что снег растаял но когда только снега конкретно выпадут я вам обязательно покажу как она будет работать действие сейчас же мы посмотрим что это вообще за такое чем его едят нужно ли это покупать или не нужно в общем то обо всем по порядку погнали ну а начнем мы с небольшой предыстории я лично не понимаю почему но концерн рено да и не только рено и других моделей автомобилей в последние годы решили своих но решили владельцев данных автомобилей лишить такой возможности как принудительное отключение и спи скорее всего сделано это плане безопасности чтобы в любом случае автомобиль контролировал дорожную обстановку и заводителя решал что ему так сказать делать раньше помню что в автомобилях была кнопка на которую ты нажимал и спи у тебя вырубалась и ты мог рвать там снега грязь и прочее у тебя автомобиль не душился в данном автомобиле такая возможность отсутствует и если брать каджара в сравнении там со сценником к примеру или с меганом то в нем вот как обстоят дела в каджаре и в сцене в мегане и в сценнике можно системно сделать экспертный режим в блоке спи и с меню магнитолы включать режим эксперта и там получается когда ты включаешь этот режим и спи вырубается в каджаре же опционально это сделать невозможно для этого надо приобретать шайбу так будем разбирать центральный тоннель сразу щелкаются вот это пластиковая херня вот здесь клипса есть лопаткой отщелкаем так далее надо будет открутить два винта торакса здесь и здесь торакс 30 ручка это снята перс теперь снимаются боковые панели просто подзываются лопаткой и отстегиваются сразу справа потом слева и вторая а здесь тоже отщелкивается здесь вот два шуку просто щелкается под такое крепление под шайбу ставится давай поставь все шурупы обычно подобрали она все прикручивается как по заводу так и вот такая вот шайба с эмблемой рено чем а дэн таиланд написано вот такая интересная подсветка светится будет да лампочки тут есть нет шурупы не держит а ну да хочу короткий это защелкнется да уже села по сути шуруп надо может длиннее или толще или толще длиннее надо длиннее шуруп она должна загореться на 1 когда зажигание а это как что она никак не держится ясно крутится вовсе снаю с другой стороны наверно по-другому не станет но вот так загорелась заморгнула уже все потухло ну на том что моргнуло опускает опускает пока не закручивает не то что не закручивает а не зашелкнуть да пускай так лежит пока ну как вы поняли вчера я процесс не доснимал потому что у меня начал садиться телефон автомобиль вернее центральный консоль мы не собирали до конца поехали домой отец вечером снимал опять крепление вот этой шайбы допиливал его на наждаке и в общем то посадил так как надо вот три раза снимал и ставил подгонял в общем то видим установленную шайбу и самый прикол в том что на данный момент автомобиль закрыт а вот эта лампочка на шайбе она продолжает гореть не знаю почему так сделано вот открыл автомобиль и смотрите вот ой блин вот так вот сделаю вот это получается лампочка это авторежим и она горит постоянно в общем то давайте посмотрим вообще что это такое да вчера когда он подогнал полностью все эти крепления шайба села вообще идеально на свое место и сидит там очень круто плотно как будто это ну завода так сделано это партроники самодельные но это не мы ставили шайба переключается такими обычными движениями вот так крутится как влево так и вправо давайте запустим автомобиль и посмотрим как на менюшке это отражается сразу друзья скажу что под чтобы подключить активировать эту шайбу надо еленка и либо эко твикер либо ddt4 с ноутбуком либо клип в общем то запустили мы автомобиль и вот этот режим который стоит по центру называется авторежим сейчас мы перейдем а вот этот режим смотрите что пишет щиток приборов перевожу он пишет выбор выбран режим рыхлый грунт это режим почитала немного типа как инструкцию при этом режиме автомобиль будет имитировать блокировку то есть если одно колесо легко вращается то он его будет притормаживать чтобы вращалась то колесо которое имеет зацеп я думал внятливо объяснил далее переключаем режим на эксперт смотрите и у нас пишет выбран режим эксперт то есть это полностью вырубается и спи в общем то при этом режиме автомобиль будет просто рвать там снег песок грязь куда вы там заехали и будет тем самым позволять вам либо выехать из препятствия либо просто нахрен полностью закопаться но мотор душится при этом режиме не будет что еще понравилось включим режим авто вот он пишет режим авто ключом что еще с этой шайбы понравилось что она в темноте подсвечивается то есть когда мы включаем габариты сейчас вам попробую показать сейчас мы включим яркость габаритов побольше так режим ночного сделаем поярче давайте подождите и здесь сделаем поярче вот так не знаю видно или не видно в общем то в темноте вот эти вот кнопки они подсвечиваются в точно в той же тональности тем же цветом как подсвечиваются вот эти кнопки на ручнике на круиз ограничители скорость то еще это смотрится гармонично как вот по заводу эти нашел я дорогу не со щебенка с грунтом и автомобиль здесь на ней пробуксовывает рвать автомобиль мы конечно же не будем смотрим режим авто берем ускоряемся смотрите у нас раз сразу моргает есть и все увидели да сейчас мы с вами попробуем включить экспертный режим как на нем будет автомобиль глушится или не будет все равно конечно это надо делать надо это все делать на снегу включаем режим эксперта он у нас горелся и давайте пробовать ну конечно автомобиль не глушится как-то на газ нажимаешь он сразу ускоряется ну а режим этот рыхлый песок как он там правильно называется рыхлый грунт попробуем уже когда выпадет снег дальше я туда не поеду потому что я там боюсь вообще провалиться так будем 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 выезжать поле это подморозило поэтому я сюда поехал а если бы не подморозило я тут потух бы сразу в общем то что хочется отметить что какие-то внедорожное качество конечно же автомобили улучшились да это конечно не внедорожник это даже не полноценный кроссовер здесь нет полного привода но тем не менее куда-то уже съехать на какое-то мелкое бездорожье будет уже не так страшно что еще хотел показать смотрите включаем вот у нас стоит этот рыхлый грунт но давайте включим режим эксперта все у нас загорелся и в чем вообще прикол все это фигни это кстати работает из мигание сценики в которых можно активировать это через менюшку едем и вот со скоростью например 20 30 и у нас при 40 километров в час данный режим отключится и перейдет в авторежим смотрите начинаю ускоряться у нас сейчас загорится сообщение на щитке прибора вот 41 все видите 45 на 45 пишет режим авто включим и авто авто и здесь у нас шайба автоматически переключилась на режим авто не знаю с чем это связано в любом случае как бы вы там не отключали но в мозгах автомобиля заложено что на скорости автомобиль в любом случае будет контролировать процесс движения то есть помогать водителю но автомобили современная они умные поэтому у них уже все это дело заложено в мозгах в общем то так работает шайба но полноценно показать ее работы а мне могу повторюсь еще раз дождемся снегопада и мы с вами обязательно вредим и снимем отдельный ролик я думаю будет очень интересно ну что друзья я думаю полезную мы сделали вещь установку этой шайбы надо она не надо конечно же решать только вам стоимость данной шайбы с всеми известного китайского сайта составила 140 белорусских рублей сколько это долларов выведу на экран плюс знакомый сделал я не знаю как там правильно называется эта технология на 3d вот этом херня этом принтере или еще сделал это крепление потому что отдельно на алиэкспрессе почему-то мы его не нашли стоило это 30 белорусских рублей но делалась она сколько он говорил восемь или девять часов то есть вы отливка делалась с пластика но повторюсь что последующим ее все равно пришлось дорабатывать но на этом ролик мы будем заканчивать всем спасибо огромнейшее за просмотр как всегда вам главное здоровья мира добра удачи и до скорых встреч всем пока